Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Андрей Алфимов, это канал Технотерм. И в этом видео мы с вами затронем такую интересную тему, которая касается выбора газовых котлов. Так как мы занимаемся не только монтажом, но и продажей котельного оборудования, соответственно и котлов тоже, мы регулярно получаем от клиентов одни и те же вопросы касаемо выбора именно котлов. И само собой в этом видео хочется раскрыть эти вопросы более подробно, дать на них ясные ответы, объяснить, где все-таки вам ответы дают верные, а где все-таки неверные. Само собой буду с вами честен, на самом деле тема выбора газовых котлов в интернете раскрыта довольно-таки подробно. Если вы вобьете в поиски в интернете, как выбрать газовый котел, вы обязательно найдете информацию о том, какие котлы существуют, что они из себя представляют, чем друг от друга отличаются и так далее. Поэтому особо в эту стезю мы копать не будем, все-таки затронем больше внимания о том, какие вопросы чаще всего задаются и какие на них будут правильные ответы. Итак, поехали! Первый и он же самый частый вопрос, скорее всего этот вопрос обязательно будете задавать и вы при покупке, это какой расход будет у вашего котла определенной марки X. Как это обычно происходит? Есть условный клиент, имеем дом 100 квадратных метров, да, и он ищет какой-нибудь недорогой котел в пределах условных 20 тысяч. И звонит он, допустим, к нам и спрашивает, ребят, вот такой бюджет у меня, вот такой вот дом, какой расход будет у вашего газового котла? Допустим, получает какой-то определенный ответ. Звонит в другую компанию, получает свой ответ. Уже с другими, да, конкурентными котлами аналогичными. Звонит в третью компанию, получает другой ответ и так далее. Звонит до тех пор, пока не находит себе котел, который будет выгоден ему по цене, соответственно, и будет какой-нибудь самый экономичный, со слов продавца. Берет котел и остается по-своему либо довольным, либо недовольным. Какую ошибку здесь совершает клиент потенциальный? На самом деле ошибка в самом вопросе. В вопросе расхода газа. И вот почему. На самом деле, на расход газа сейчас влияет далеко не в первую очередь газовый котел. В первую очередь на расход газа влияет теплопотеря вашего дома. Есть, если у вас 100 квадратных метров дом и у вашего соседа 100 квадратных метров дом, расход газа у вас вряд ли будет одинаковый. Почему? Потому что дом может быть у вас более утепленный, у соседей он менее утепленный. Либо наоборот у него более утепленный, у вас менее утепленный. У вас может быть дом сделан из двух кирпичей, у соседа из полутора кирпичей, у вас может быть крыша более утепленная, у соседа менее утепленная, окна фонят, окна не фонят, двери фонят, двери не фонят. В общем, факторов довольно-таки много, поэтому у вас и у вашего соседа цифры по расходу будут отличаться. Второй фактор, который влияет на расход газа, это все-таки система отопления. Если система отопления смонтирована с какими-то косяками, то конечно расход газа будет у вас больше. Почему? Допустим, есть какие-то у вас определенные помещения, которые вы все никак не можете прогреть. В попытках прогреть вы будете постоянно кочегарить, условно дан, этот газовый котел. И все помещения, конечно, вы никак не прогреете. От этого расход газа, соответственно, будет выше. А у вашего условного соседа система смонтирована правильно, соответственно, никаких проблем с прогревом помещения нет. И, соответственно, расход газа у него будет меньше. И только на третьем месте я могу поставить именно расход самих газовых котлов. То есть, как вы понимаете, в первую очередь, само собой, к чему я веду, что все-таки сегодня уже расход газа в котлах, это не самый главный момент. Все-таки влияет на то, какие у вас теплопотери у вашего дома и как смонтирована система отопления. Еще другой момент. На самом деле, если вы выбираете котел, допустим, в определенном ценовом сегменте, если вы условно выбираете в дешевом ценовом сегменте, либо на стеннике в средних сегментах, либо на полнике в дорогих сегментах, то, скорее всего, расход газа у всех этих моделей будет плюс-минус одинаковый. Почему? Да потому что все котлы уже давно в этих сегментах, давно уже уперлись в свой потолок по расходу. Больше расходовать, конечно, могут, меньше уже вряд ли. То есть, если вы, допустим, смотрите дешевый сегмент, обычно его до 20 тысяч, это какие-то недорогие российские котлы напольные, то они, по сути, многие, не все модели, подчеркиваю, но многие модели сделаны под копирку. Даже автоматика стоит одна и та же. Поэтому можно предположить, что и расход газа будет сопоставимый. Если вы берете настенные котлы, а закрытая камера сгорания тоже, да, открою для вас секрет, все настенные традиционные газовые котлы имеют расход плюс-минус одинаковый. То есть, давно уже потолочная цифра достигнута, и, по сути, выбор остается только за собой маркой котла. То есть, если вы хотите выбрать какую-то определенную марку, которой вы доверяете, вы за нее обычно можете переплатить, либо недоплатить, взять какую-то посредственную марку. Но у всех настенных котлов, газовых, традиционных, расход газа будет плюс-минус одинаковый. Конечно, автоматика может у котлов, ну, само собой она отличается, соответственно, какая-то разница в расходе все равно будет, но она не будет существенной. Поэтому на первом месте теплопотери, на втором месте система отопления, и только на третьем месте идет уже расход самого газового котла. И четвертое, расход у газовых котлов в одном ценовом сегменте обычно уже практически одинаковый, мало чем отличается. Конечно, у нонопольных эта цифра более расплывчатая, но у настенных она уже практически у всех одинаковая. Продолжаем. Следующий интересный момент, с которым приходится периодически сталкиваться, это покупка настенного газового котла в относительно небольшой дом. Как обычно все происходит? Обычно дистрибьюторы, продавцы завозят котлы на стены относительно уже большой мощности, потому что большая мощность используется большим спросом. И вот эти маленькие котлы с маленькой мощностью, там 11-13 кВт, 15, они обычно ходят достаточно медленно, поэтому продавать их многим невыгодно. Невыгодно также продавать и нам. Поэтому завозятся котлы уже мощностью от 18-20 кВт и выше. А клиент имеет дом 100 квадратных метров. И он звонит нам и спрашивает, так, ребят, у меня 100 квадратных метров, мне нужен котел в пределах 11-13 кВт, что можете предложить? Мы говорим, знаете, блин, у нас только 18 кВт. Он говорит, так, ребят, мне надо максимум 11-13 кВт, и расход газа у меня будет с 18 кВт больше, поэтому я, пожалуй, поищу в другом месте. И ищет в других местах, пока и находит то, что ему нужно. Но на самом деле факт таков, что неважно, какой котел, если котел автоматически, неважно, какой мощности вы возьмете, 18 кВт, либо 11 кВт, либо 13 кВт, расход газа у всех этих котлов будет одинаковый. Больше потреблять газы эти котлы не будут. Почему? Опять же, как и говорилось ранее, ключевым фактором потребления газа в вашем доме является все-таки теплопотери. Мощный котел компенсирует эти теплопотери быстрее, а менее мощный котел делает просто это медленнее. Соответственно, теплопотери компенсируются одинаково, и расход газа будет сопоставимый. То есть необходимую тепловую энергию нужно затратить одинаковую, что у мощного котла, что у менее мощного котла. Соответственно, расход газа будет также плюс-минус одинаковый. Поэтому, если вы ищете у вас небольшой частный дом, вы ищете настенный газовый котел, вам предлагают котел просто мощный, более мощный, чем вам нужно, но при этом ценовое предложение, гарантийное предложение и так далее вас полностью устраивает, можете смело брать эти котлы и не переживать за повышенный расход газа. К напольным, конечно, котлам, которые энергия неизвестима, это особо так не относится. Опять же, котлы, конечно, тратят ту же самую типовую энергию, но минус в том, что этот котел нужно отключать вручную. И вот до тех пор, пока вы сообразите, что пора котел отключать, он будет потреблять повышенное количество газа. Соответственно, расход все-таки у таких котлов будет выше. Поэтому, когда вы берете отцены недорогие котлы бюджетные, с ручной автоматикой, конечно, лучше подбирать такие котлы, близкие по той мощности, которая вам необходима. Идем дальше. Еще один такой интересный вопрос, который задают многие клиенты, касается вам КПД котлов. И мне, как продавцу, на самом деле, довольно-таки сложно дать объективный ответ, объективно честный ответ на этот вопрос. Я вынужден упираться только на паспортное назначение конкретного производителя. И мне кажется, это мое субъективное мнение, я не претендую на истину, мне кажется, что многие производители врут относительно КПД своих котлов. И вот почему. Мы продаем котлы марки Очак. А это довольно-таки бюджетные котлы. И я считаю, что именно в этом сегменте, в котором они продаются, это довольно-таки неплохие котлы, которые отлично справляются со своей задачей в плане обогрева дома. Но я априори знаю, что вот этот дешевый напольный котел никогда не будет производительнее дорогого напольного котла. Но что мы имеем на деле? Я захожу на сайт производителя этого котла, дохожу до раздела технических характеристик, и вижу, что КПД у напольного котла Очак Стандарт составляет 92%. Есть у меня еще котлы, которые мы продаем, это котлы Бакси Слим. Бакси Слим это довольно-таки известный, и сам Бакси довольно-таки известный бренд, и Слим довольно-таки легендарная также моделька. Захожу я на сайт производителя, и вижу, что КПД у этих котлов составляет 90%. То есть у российского дешевого котла, который в 4 раза дешевле стоит, чем Бакси Слим, КПД котла выше. Но априори по расходу газа эти котлы абсолютно отличаются. Поэтому мне кажется, что все-таки многие производители не до конца честны в плане КПД своих котлов. Но что можно сказать главное? Как уже тоже обсуждалось ранее, в одной ценовой позиции все-таки КПД у котлов будет схожий, если не схожий, сделаны по схожей конструкции. Настенники уже давно уперли с КПД 92-93%. Напольники выше 90% напольников уже не существует. Если вы видите значение выше, скорее всего это значение каким-то особенным способом, допустим, посчитаны. Либо все-таки как-то производитель опять привирает. Но обычно берем априори, что напольники имеют КПД 90% потолочно, традиционные настенные газовые котлы имеют КПД 92-93%. Как-то так. Следующий такой нюанс, он уже связан скорее не с вопросом покупки газового котла, а чаще всего у нас это уже факт неправильной покупки. И связано это с покупкой конденсационного газового котла. Мне очень сложно выговаривать слово конденсационный, поэтому если я буду как-то оговариваться, прошу, пожалуйста, не обращать на это внимание. Что из себя представляют эти котлы? На самом деле, если традиционный газовый котел на стены, допустим, он имеет КПД 92-93%, то конденсационный газовый котел на стены, он уже имеет КПД под 100%. Про технологию самого котла я рассказывать не буду. Если вы захотите, вы отдельно можете эту тему изучить. Но факт в том, что многие клиенты видят то, что КПД у этого котла достаточно высокое, с радостью его приобретают. Но мало кто обращает внимание, мало кто продавец, к сожалению, говорит о том, что эти котлы высокопроизводительны только в низкотемпературных системах отопления. То есть система отопления, они бывают как низкотемпературные, это водяные теплые получающие всего, так и высокотемпературные, это обычно радиаторы идут. Если вы покупаете такой котел на радиаторную систему отопления, либо же комбинированную, то высокой производительности у этого котла априори не будет, потому что высокое КПД достигается только при низкотемпературном его использовании. То есть если котел у вас работает в температурном режиме где-то 50-55 градусов максимум, именно тогда КПД у этого котла будет высокое. Поэтому если у вас система радиаторного отопления смонтирована, либо смонтированы даже комбинированные водяные теплые полы плюс радиаторы, я думаю, кондензационный газовый котел рассматривать к покупке не стоит. Но очень многие клиенты, я опять же, как говорю, уже успевают покупать, поэтому приходится монтировать такие котлы, потому что вернуть их довольно-таки уже проблематично. Идем далее. Еще один такой довольно-таки интересный момент касается он выбора котлов одноконтурных, либо двухконтурных. Часто задают именно этот вопрос. Давайте обсудим, в каких случаях я бы рекомендовал использовать двухконтурные котлы, в каких все-таки одноконтурные. Для тех, кто не знает, одноконтурные котлы, они рассчитаны только на отопление. Двухконтурные котлы внутри себя способны также нагреть и горячую воду. Есть сегмент клиентов, которые хочет купить одноконтурный газовый котел, но в ассортименте, в каком-то определенном магазине есть только двухконтурные котлы. Либо марку, которую он хочет купить, опять же, стоят только двухконтурные котлы. И он думает, блин, зачем мне второй контур? Буду искать одноконтурный. На самом деле, право выбора использования второго контура горячего водоснабжения остается за вами. Вы можете купить двухконтурный котел и использовать его только на отоплении. Можете также потом когда-нибудь подключите горячее водоснабжение. От того, что вы не будете использовать второй контур, котлу ничего не станет. Просто сегодня априори многие производители делают все свои котлы двухконтурными. И одноконтурных моделей просто не существует. А особо на цене это никак не сказывается. То есть, в принципе, вы можете хоть и двухконтурную, хоть и одноконтурную заметить, что эти котлы стоят, в принципе, одинаково. Следующий момент. В каких случаях можно купить двухконтурный котел? Если, допустим, у вас отстатка небольшой дом и у вас мало точек горячего водоснабжения, допустим, это только раковина, душ и, допустим, кухня. То в таких случаях, я думаю, можно использовать двухконтурный газовый котел. Его производительности хватит для того, чтобы одновременно обеспечить вас одной или двух точек активного использования горячей воды. Но если же дом у вас большой, несколько этажей, если у вас несколько санузлов, несколько точек, не несколько, а большое количество точек горячего водоснабжения, я бы все-таки рассмотрел использование одноконтурного котла вкупе с бойлером косвенного нагрева. То есть котел у вас будет параллельно работать и на систему отопления, и также будет работать на систему нагрева горячей воды в бойлере косвенного нагрева. Тогда, опять же, весь дом вы сможете обеспечить горячей водой при одновременном ее использовании при этом. Но если вы поставите двухконтурный котел, и, допустим, кто-то будет принимать душ, а кто-то пойдет помоет посуду в другом уже конце дома, то не факт, что двухконтурного котла хватит для того, чтобы вот эти две точки одновременно обеспечить горячей водой. Поэтому как-то так. Итак, еще один довольно-таки частый вопрос, который задают многие клиенты, это какой все-таки котел купить? Напольный, либо же настенный? И на самом деле, однозначно правильной рекомендации относительно этого вопроса не существует. Все напрямую известно от ваших предпочтений. Поэтому я попробую дать рекомендации, исходя из того, как поступил бы я, а вам уже в дальнейшем решать, как поступать именно вам. И первое, что я хочу сказать, первое самое важное, априори, напольные котлы хорошие стоят дорого. Если вы видите дешевый напольный котел, запомните, он всегда будет хуже по производительности, значительно, причем хуже дорогого напольного котла, и будет хуже по производительности настенного газового котла. И напольный котел я бы покупал в случае, если бы у меня был большой дом или какой-то большой объект, потому что напольные котлы, они зачастую идут уже, хорошие напольные, идут относительно большой мощности. В сегменте уже свыше 30 кВт, где-то от 25 начинается и выше. Я бы рассматривал покупку напольного котла, если бы мне важна была долговечность. Я бы купил чугунный напольный котел, чугуняка бы прослужила мне достаточно долго. Если мне важно, все-таки простота в автоматике, потому что напольные котлы априори, у них автоматика зачастую идет проще. Если бы мне не парили дополнительные траты, потому что при покупке напольного котла дело за напольным котлом не ограничивается, нужно смонтировать хороший дымоход, нужно ставить расширительный бак всегда, насос и так далее, все сопутствующее оборудование. На стенах газовых котлах это оборудование, оно уже встроено, но будем честными, довольно-таки в редких случаях мы используем именно встроенное оборудование. Обычно мы все-таки так же монтируем отдельно насосы, расширительные бачки и так далее. Наверное, как-то так. Купил бы я на стене котел в том случае, если бы мне все-таки важна была цена, потому что на стене они стоят дешевле, но при этом они являются чуть более производительнее, чем напольники. Я бы купил на стене, если бы мне важна была компактность. Если бы мне интересны были какие-то дополнительные фишки, потому что на стене, как за счет того, что там встроенная автоматика довольно-таки интересная, там много всяких интересных фишек, которые можно использовать в отоплении своего дома. Я бы купил на стене котел, если бы мне не парило бы, допустим, отсутствие электричества. То есть все системы современные, они все равно идут энергозависимые. Ну и на стенный котел газовый, он тоже идет энергозависимый. А в остальном же все-таки решать вам, какой котел выбрать. Я все-таки являюсь приверженцем, если дом какой-то стандартный, частный, все-таки покупать настенные котлы. Если какие-то уже большие объекты, конечно, мы предлагаем все-таки напольные котлы. Но, опять же говорю, решать в конечном итоге вам. И тот и тот выбор, в принципе, будет по-своему хорош. У каждого есть как свои плюсы, так и свои недостатки. Вот такое вот получилось в итоге видео. Если на какие-то вопросы вы не получили ответы, вы, пожалуйста, задавайте их внизу в комментариях. В я или моя команда в короткие сроки постараемся дать на них ответы. Если видео было для вас полезным и было интересным, пожалуйста, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще множество тем, которые мы не раскрыли, мы их обязательно раскроем. На этом я, в принципе, с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Андрей Луфимов, компания Технотерм.